Итак, наши деньги главная тема сегодня. Человека встречают по одежке, а страну встречают по банкнотам. Иностранные гости получают первое визуальное впечатление о стране, ее истории, архитектуре через деньги, потому что именно их мы держим первыми в руках. Не случайно купюры и монеты иногда называют четвертым символом власти, а центробанки придают большое значение облику денег. Объявляют конкурсы среди дизайнеров на лучший внешний вид купюра, а потом выносят результаты творчества на общественное обсуждение. У белорусского нацбанка тоже есть своя группа высококлассных художников. И личности они не публичные. Понятное дело, почему на такую работу спокойно можно поставить гриф совершенно секретно. Ведь в дизайн купюр надо еще интегрировать информацию не для всех. Алименты защиты от подделки и другие важные вещи. И, кстати, важно продумать и удобство. Купюры должны отличаться по размеру, цветовому решению, легко распознаваться по номиналу через удобные шрифты. Не нужно забывать, что есть люди с какими-то ограниченными особенностями. Несомненно, пользуются этими деньгами. На наших деньгах для слабовидящих людей есть специальные знаки. И это, в принципе, общемировая тенденция, что для людей со слабым зрением, допустим, где-то азбука брали, используются где-то просто выпуклые знаки, именно для того, чтобы облегчить жизнь этой категории людей. Изображают на купюрах чаще всего выдающихся личностей и политических деятелей, как, например, на долларах. Архитектурные памятники и символы культурного наследия. Так, на каких? Евро. Да, на евро. А вот Норвегия на новых кронах решила развивать морскую тематику. Концепция белорусских денег «Моя краина Беларусь». Банкноты посвящены каждой области Беларуси и Минску. Дизайн монет, в отличие от купюр, очень лаконичен. Но на них тоже есть национальные мотивы. Орнаменты с очень подходящим финансовым подтекстом, который символизирует достаток, плодородие и богатство. Продолжение следует...